западные разведки считают что война в украине продлится не менее двух лет об этом сообщает cnn это очередной прогноз расскажите что в нем такого ожидаемого и неожиданного в прогнозе cnn который пообщались с представителями разведок все и нам действительно пару дней тому назад публиковал очень большой материал такой объемный материал видимо его для его прочтения но обычно там указывает сколько минут нужно как минимум 10-15 минут нужно было его читать это очень большой материал на самом деле так вот там анализируется не только длительность возможная длительность войны и прогнозируется ну то есть общаются какие-то оценки которые давали военные аналитики из правительственных ведомств соединенных штатов я так понимаю но и целый ряд других моментов которые сегодня выходят на первый план значит действительно да говорится о том что война продлится не менее двух лет ну к этому мы вернемся чуть позже а дальше но перед этим рассказывается о тех беседах о тех попытках найти какой-то общий язык между администрацией байдена и республиканским республиканскими конгрессменами и сенаторами и конечном итоге в конце концов все-таки разблокировать от самый пакет помощи украине указывается 61 миллиард на долларов байдена несколько раз выступал и формулировал довольно тревожные вещи говорил о том что если этот пакет помощи законопроект по этому вопросу не будет принят ну тогда вероятность поражения украины победы россии очень велика а соответственно растет вероятность того что россия вторгнется в страны куда-то в зону нато но видимо имеется ввиду в первую очередь балтийская зона балтийский регион и тогда соединенным штатам придется отправить туда войска и тогда соединенные штаты не смогут оказаться в стороне вот это этого конфликта этой войны уже непосредственно своими вооруженными силами это достаточно сильное заявление которое с моей точки зрения может по крайней мере подтолкнуть республиканско республиканско республиканских представителей в конгрессе к тому чтобы в конце концов принять этот пакет при этом лидер республиканского большинства палате представителей майк джонсон который в общем выступает с довольно противоречивыми заявлениями по этому вопросу он в очередной раз значит выступил с таким тезисом ну тезис не новый но тем не менее он его повторил и повторил достаточно решительно смысл заключается в том что прежде чем принимать какое-то решение о финансировании администрация должна что-то сформулировать в чем заключается ее стратегия в украине что является конечной целью эндгейн как сказал джонсон и в этом вообще говоря в этом есть определенный смысл на мой взгляд на потому что пока администрация байдена позиция администрации сводится тому что мы будем помогать украине а как будем помогать и что чем мы хотим добиться да ну это остается как бы за скобками вот будем помогать настолько насколько это нам будет возможно на те деньги на те средства которые будут выделены но тем не менее в общем вопрос о том а какова действительно стратегия соединенных штатов в отношении украины он он заслуживает того чтобы на него был дан ответ но ответа да да юрий евгеньевич простите как раз и в связи с сша в связи с сша конечно я я сразу включаюсь я сразу встрепенулась связи с сша на которых возлагаются такие большие надежды все-таки в как на основного спонсора в общем то сейчас на данный момент вот хотела спросить по поводу бильд уже публиковал юлиан рёбки говорил о том что именно из-за отсутствия американской помощи украина начинает какой-то новый виток и по-новому подходит вообще к военным действиям и новую стратегию применяет в связи как раз с отсутствием американской помощи действительно ли наблюдаются какие-то изменения ну в общем да в общем да значит есть сообщение о том что украина строит свою собственную линию суровикина в кавычках естественно то есть комплекс партификационных сооружений траншеи рвов противотанковых всякого рода барьеров да и действительно судя по всему такая деятельность ведется по крайней мере некоторые западные издания публикуют даже карты трудно сказать насколько они достоверны эти карты но публикует карты новых укреплений которые в общем концентрируются главным образом на вокруг агломерации крыматорск славянск видимо это ключевой район который от судьбы которого будет зависеть будущее будущее донецкой области сможет россия оккупировать то что не подконтрольное то что подконтрольна властям украины или не сможет на это первое значит это действительно важно потому что похоже что вот это строительство и соответственно ресурсы которые выделяются для этого выделяются в общем я так понимаю достаточно серьезные ресурсы это означает что на в будущем но в этом году по крайней мере ставка в киеве делается на ведение того что можно назвать активной обороной активной защиты это это важно потому что попытка наступления о чем тоже говорили еще еще несколько дней тому назад говорили в киеве правда достаточно осторожно на в общем приус при том что неясна позиция соединенных штатов по оказанию военной помощи и далее в общем может окончиться достаточно скверно а вот активная оборона и соответственно накопление ресурсов для решающих сражений уже в 2025 году это более или менее такой просматривающийся сейчас вариант но репки репки пишет немножко другом он пишет о том что вот эти и действительно это так оно и получается значит ударами с пилотников по российскому по целям на территории собственно россии сконцентрирует концентрирует сейчас на не столько на военных объектах сколько на объектах инфраструктуры но той инфраструктуры которая либо имеет отношение к транспортировке снабжение логистике российских войск в украине либо просто вот так сказать крупные какие-то инфраструктурные объекты и действительно в общем по моему это было позавчера был нанесен очень серьезный удар двумя беспилотниками по терминалу и по газоперерабатывающему заводу услуге в ленинградской области где был поражен и загорелся и достаточно долго горел сейчас правда говорят потушен значит некий газоперерабатывающий объект принадлежащий российской компании новотек она этой компанией занимается производством и экспортом сжиженного газа вот недалеко от этого самого терминала услуги там находится объект который надолго так можно предположить выведенность строя кроме того и здесь веревки тоже на прав как мне кажется особое внимание сейчас киев уделяет тому чтобы использовать диверсионные группы в оккупированных областях и это тоже есть целый ряд свидетельств достаточно успешных действий таких групп и в том числе небольших которые со стороны украины наносит максимальный ущерб и психологический и действительно серьезный материальный ущерб российским войскам но вот в частности это такая детективная история значит на территории крыма действует пара очень как говорят выжившие после встречи с ними пара очень таких привлекательных девушек но встреча с ними для российских офицеров кончается плохо они просто гибнут это вот один из таких примеров поймать этих диверсантов разведчиц фсб российские военная полиция не мог на был один эпизод когда их вроде бы окружили в каком-то доме но отстреливаясь они эти две две молодых девушки в общем куда-то скрылись потом но несколько спецназовцев фсб были то ли раненых или убиты в общем такая детективная история из которая может служить наверное после окончания войны на сюжетом для какого-нибудь криллера так это это точно это точно я заслушалась я просто уже себе представляю буквально голливудский фильм но как раз про ленинградскую область немного вы начали говорить про порт может быть вот про как раз про беспилотников беспилотники которые атаковали порт усть-луга и пожар вот который разразился в на территории терминала новотек я вот не сложно это довольно таки связать всегда с военными скажем так с военной с важностью это для фронта скажем так потому что это ну для меня мне кажется это могут быть действительно какие-то и разборки какое-то не знаю противостояние внутреннее но это как военное действие действительно является важной частью вот компании ну непосредственно на ситуацию на фронте пожар и вот этот сгоревшие термин на сгоревшие там по моему какие-то объекты этого терминала этого 5 ну точнее терминала перерабатывающего завода где происходит как я понимаю происходит сжижение газа и дальше его значит подача куда-то уже к причалам где он загружается на газовозы на нет непосредственного влияния конечно на ситуацию на фронте не оказывает но психологически во-первых это очень серьезный удар по самосознанию российской элиты это раз во вторых ну в общем да важный объект с экономической точки зрения то есть луга это один из крупнейших российских портов откуда происходит транспортировка и нефти нефтепродуктов и сжиженного газа экономические да новотек страдает в известной мере от этого трудно сказать какой экономический ущерб он понес но в общем понимаете это опять таки ставит перед уже не перед новотеком а перед его партнерами за рубежом ставит вопрос а можно ли рассчитывать заключать какие-то серьезные долгосрочные контракты с этой компании если она может в силу вот такого рода эпизодов в силу такого рода случаев просто не выполнить свои свои обязательства но действительно если беспилотники запускаемые из украины долетают до окрестностей петербурга слава богу то насколько я понимаю под 800 километров на расстоянии может быть даже чуть больше так вот если они доставят и беспилотники достаточно свободно правда избивают но в общем часть прорывается и наносит серьезные удары но тогда вопрос одно можно ли связываться всерьез вот с такого рода компании ну и для петербурга это вопрос очень серьезный почему собственно вся вся пву все средства которые есть на по возможности стягивают москве для того чтобы защитить столицу кстати по москве по моему последнее время таких ударов беспилотниками из украины не производится а вот в районе петербурга и некоторых других городов которые менее защищены чем москва и московская область но вот там значит эти беспилотники действуют достаточно активно на по моему вот в эту ночь был удар по военному заводу в туле и было было достаточно сложная ночь в смоленске там пока нет ясной информации о том что там собственно происходило но в общем понятно что то есть понятно что происходило атака беспилотниками а вот что конкретно повреждено об этом пока сообщение нет